...по улице Пушкинская была, немцы сто метров друг от друга стояли, сверхствовали наши, которых выпустили, они не наши, из которых из тюрьмы. У нас сегодня память о этой трагедии. Назли свечи, жесть свечей. А это память о 6 миллионах погибших, замученных, зверских евреев. Среди нас есть свидетели и очевидцы. И первую звезду в один раз. Пожалуйста, зажигай все свечи, жизнь начинает. Первую звезду, нашу звезда на сцене. Аня Панкова, без которой невозможный был этот праздник сегодня. И следующий. Малецкий Игорь Федорович, пузник четырех концлагерей. Профессор, который в фашистских застенках сидел 107 тысяч евреев. На сегодняшний день, дай бог, просто руль. Он видел и был в городе Харькове, когда прошли фашисты. Мама свою 400 километров вывозила, что-то на санта, будучи раненым. Михайловский, Борис Александрович, пенсию за композитором Украины, праведник Украины, который был во время оккупации войны. Видел все, что произошло на гражданской. Тоже видел, как это было происходило, эту тихую демонстрацию. Куркин, где стояли фашисты, где снимали, как фотографировали во время этого и во время, когда они уходили в Тайбол. Геннадий Штерн, как точно в отставке будущей, это племянник командарма Штерна. Он же у нас полковник, он же заслуженный летчик. Отставок у военных не бывает, бывает только в запасе. И это тот случай, гость наш из Черкассы, для его родня. Он от Штерна, память о своих героических предков и о наших мужах, будет сожигать пятую свечу. И сейчас Женя, и я, нескромно, который, как это ни странно, принимаю в этом участие. Выставка «Герой Звухолокос» вы ее видели. Она собрана многими-многими людьми. Во время войны корреспондент, которая первые сведения о героях, евреях, воинах, достала. Она была расстреляна. А полковник, который предоставил эти сведения, и выражал вам, предоставляет. Вот так это все давалось и дают. Игорь, вы можете его немножко поправить. Вы знаете, он сказал, тихая демонстрация. Видели бы эту тихую демонстрацию. Это была ужасная демонстрация. Это был рев женщин. Рев, не плач, а рев. Не садки, а корыто. В корытох старик или ребенок лежит. Тащат по этой подскорке, это Сталина проспект. И возле военного магазина, вот там, возле Юриска, там, где наоборот. Видите, у Адама вытаскивали. Куча этих бедных людей. Началось с танкеткой, специально зацепил. Там кровь, там плач, там крик. Он зацепил, специально проехал. Вовозку там. Какая там тихая. Это ужасная была. Я смотрел, слушай, сегодня не мог смотреть. Я погибаю это все. А после этого я видел гораздо еще. Я видел, что венчик. Я видел, как эти сотни людей, тысячи людей, заняли базовые камеры. Когда нас начали заставлять пытаться вот эти трупы. Поверите, не поверите. Я вам скажу, что... Это столик. Зай кричит, майор, моя прозвища майор. Иди сюда, пацан кричит. Я говорю, ну успокой его, что он не видел трупов. Да иди, паренький. Я подошел, лежит женщина. Голая женщина. Все же, алякун в баню загоняли. А возле нее ребеночек, я не знаю, девочка или мальчик, это трудно. Они разглядывали, некогда было разглядывать. Она пищит, не плачет, а пищит. Поднял ее на руки. Полковник возле меня стоит, тоже заключенный. Я говорю, Федор Иванович, что с ним делать? Ну вынеси, скажи. Я выношу. Стоит громила, молодой. Я говорю, Гэри Сесман, Миндерлик, что-то, господин Сесман. Ребенок живой. Он схватил за ножки, я по ножке. В память об этом сейчас поставлю. Я к землю. Я сейчас, когда вижу, смотрю на своего правдука, думаю, такой же. Это ж поглопайтесь с ним. Это ужасно. И еще сейчас я сказал нашему президенту, приструните этих наших партистов. А их хватает везде. По Ленинграду с фашистскими знаками ходят. У нас в Харькове пишут фашистские знаки. Я не знаю. Если народ опять будет молчать, будет еще такое. Вот надо. Везде чуду я выступаю. Где-то я не выступал. В Германии. Вот там лежит грамотом написано. Немцы не дали герою 20-го блока, нашего блока, с которого бежали 560 человек. 11 человек к нам дошли до Красной Армии. Остальные все погибли. Я где-то бы не рассказывал. В Германии бываю каждый день. Каждый год. В Польше везде провожу. Фашист не должен пройти. Нет плохих нации. Есть плохие люди. Все. Спасибо. Задание антифашистского комитета Харьковского области. В Польше везде провожу. Спасибо. 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 Продолжение следует...